В МРИЛ стартовал очередной этап республиканской акции «Платить за свет легко». Ее суть – подробное информирование жителей республики о всех возможных способах оплаты за электроэнергию. Для этого в районы МРИЛ по мере необходимости приезжают мобильные офисы компании «Мария Энергосбыт». Первыми пунктами посещения еще осенью стали поселки Суслонгер и Шалангер Звениговского района. В этом году мобильный офис был развернут в поселке Визимьяр и Килимарского района. Приехали энергетики и в село Новые Параты в Волжском районе. В состав большепарадского сельского поселения, где проживает около трех тысяч человек, сегодня входят 13 деревень и сел. Самое большое из них – село Новые Параты с численностью населения около полутора тысяч человек. В целом, говорят энергетики, потребители здесь дисциплинированы. На все село пять серьезных неплательщиков, долги за свет у которых от двух до 14 тысяч рублей. В этом многоквартирном доме, например, живут два должника. За свет оба не платили больше года. «Энергосбыт» вас беспокоит. У вас задолженность за электроэнергию. По данным компании «Мария Энергосбыт», общая сумма задолженности за потребленную электроэнергию среди жителей всего Волжского района превысила 3,5 миллиона рублей. Неплательщиков энергетики для начала лишь предупреждают, вручая им уведомления. Если долг не будет погашен в установленный срок, в квартире будет введено ограничение режима потребления электроэнергии. Проще говоря, отключат свет. Как показывает опыт, часть должников тут же бежит оплачивать квитанцию. «У вас задолженность 3,345,24». Заплатить за свет в небольших селах и деревнях чаще всего можно лишь одним способом – на почте. Хорошо, если есть еще и банковский терминал. Впрочем, и банки, и отделения почты в сельской местности работают обычно лишь до пяти. Именно поэтому сотрудники «Мария Энергосбыт» стали выезжать в районы республики с мобильными офисами. Для удобства потребителей работают они дольше – до 6-7 вечера и без перерыва на обед. В поселке Визимьяры мобильной кассой по приему платежей за день воспользовались около 100 человек. Таким способом оплату производили и в селе новые аппараты. Удобно, потому что быстрее. Кроме приема платежей, мы осуществляем прием граждан, консультацию. Специалисты с Волжского отделения приехали. Они дают консультацию по вопросу начисления за электроэнергию, оплату, как необходимо производить. Далеко не все жители районов республики до сих пор знают о возможностях удаленных сервисов, доступных на сайте «Мария Энергосбыт». Тем временем осуществлять передачу показаний индивидуальных приборов учета, оплачивать услуги сегодня можно и в режиме онлайн. В мобильном офисе каждому потребителю готовы выдать логин и пароль и помочь оформить доступ к личному кабинету на сайте. Цель нашего визита как раз заключается в следующем, чтобы абоненты, не приезжая к нам в Орск, получили эту информацию и оформили личный кабинет именно здесь, в населенном пункте новой аппараты. Я получила консультацию, сейчас мне человек сказал, как все это сделать. Я буду в этом направлении двигаться. Республиканская акция «Платить за свет легко» набирает обороты и расширяет географию. Информировать жителей республики о том, когда и где будет работать мобильный офис, в компании «Мария Энергосбыт» намерена заранее. В ближайших планах поездка в населенные пункты Маркинского, Советского и Оршанского районов. Собирайся, народ, водить хоровод! Бояриню Масленицу провожаем! На шумный праздник всех приглашаем! 2 марта с 11 часов на Патриаршей площади «Масленичные гуляния». Ярмарка, концерт, игры и конкурсы, катание на горках и лошадях, сжигание чучела. Принимаем заявки на участие в ярмарке. Вы любите эти группы? Да! Вы знаете их песни? Да! И... 15 марта в 18.00. Блиц-ФМ отмечает свой четвертый день рождения. Стоун Клаб. Нам 4 года. Специальные гости. Пилот. Конец фильма. Справки по телефону 204312. Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Субтитры предоставил DimaTorzok Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Информационная служба ТВ